Добрый вечер! А не какой-то самозванец, и старается убедить их в том, что не следует им бояться его, он не собирается нестить, он не собирается причинять им зло. Вот на этом месте мы остановились в прошлый раз, и теперь можем с этого места продолжать дальше. Сначала текст. И скажите ему, так сказал твой сын Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, сойди ко мне и не откладывай, и ты поселишься в земле Гошем, и будешь близок ко мне ты и твои сыны, и сыны твоих сынов, и твой мелкий и крупный скот, и все, и все, что у тебя. Я буду содержать тебя там, потому что впереди еще пять голодных лет, чтобы ты и весь дом и все, что у тебя, не обнищали. Иосиф подчеркивает еще до того, как разговор о переезде к нему встал на практические рельсы. То есть, речь еще не идет конкретно практика, только самая первая идея о том, чтобы переехать, он сразу же говорит ему, что ты переедь ко мне, и ты будешь жить в земле Гошем. Пока вопрос не где жить, еще не вопрос, где снимать сейчас квартиру, вопрос сейчас вообще-то принципиальный вопрос, переезжать в Египет или нет. Скорее всего, не захочется Якову переезжать в Египет, почему он тут должен переезжать в Египет? Хорошо, сын его стал там заместителем фараона, замечательно, но почему он должен туда переезжать? Иосиф убеждает ему в том, что переезжать обязательно нужно будет, но что касается его нежелания, его, конечно, опасений, жизнь в Египте для еврейской семьи, для семьи Якова, она очень мало подходит. А уж тем более жизнь рядом с Иосифом, скорее всего, если Иосиф приглашает отца к себе, он имеет в виду, наверное, что нужно будет жить рядом с ним. А жить рядом с ним – это жить в столице, там, где живет фараон, и там, где… Жизнь в египетской столице, она явно не для Якова, он очень-очень далек от этого. Ещё со времён Авраама наши прадцы старались жить обособленно, и в стране кананской они жили, как бедуины, в палатках, старались отдаляться от центров окружающего населения. Поэтому сразу Иосиф, для того, чтобы эти опасения Якова рассеять, тут же говорит, ты будешь жить в земле Гошен. Это земля, удалённая от центров населения, а уж тем более она далека от египетской столицы. Там как раз она тебе очень подойдёт, это будет место вполне подходящее для тебя. Но а почему, хорошо, почему вообще нужно идти в Европу? Зачем? Для чего? На это у Иосифа есть аргумент. «Ты поселишься в земле Гошен и будешь близок ко мне, ты и твои сыны, сыны твоих сынов, и твой исход, и всё, что у тебя, я буду содержать тебя там, потому что впереди ещё пять голодных лет». Вот, кажется, главный аргумент. А впереди ещё голод. Ну и что, что голод? «А ты что, не можешь организовать посылки продовольственные папе в Эрецкна?» И заканчивает Иосиф, чтобы ты и весь твой дом, и всё, что у тебя, не обнищали. Так вопрос остаётся. Почему он не может организовать продовольственные посылки, чтобы Яков и всё его семейство сумело пережить этот голод? На этот вопрос отвечает Рамбан. Во-первых, он обращает внимание здесь на то, что, когда выше, Иосиф объяснял, в чём здесь перст проведения был, во всей этой его продаже в Египет, в том, что Бог послал его сюда, в Египет, перед всем семейством для того, чтобы спасти их жизнь. Иосиф понимает, безусловно, что голод, который разразился сейчас в Эрецкна, в стране Кнаан, это не шуточная вещь и есть попросту опасение, есть опасность для жизни. Но передать отцу в такой форме он не готов, потому что передать отцу такую фразу, что я собираюсь спасать тебя от голодной смерти, что выглядит так, что жизнь Якова и всего его семейства сейчас зависит от Иосифа, от его сына, это просто по отношению к отцу так неприлично. Поэтому, говорит Рамбан, Иосиф смягчает формулировку и говорит, чтобы не обнищал ты и всё, что у тебя. Хотя, безусловно, речь идёт не об обнищании, речь идёт попросту о опасности голодной смерти. Нужно пережить, нужно выжить в этот голод. А вопрос, почему ради этого, для того, чтобы не обнищать, или точнее, для того, чтобы выжить, почему для этого нужно идти в Египет? Объясняет Рамбан, что Иосиф хорошо понимал, что он не может, он никак не может организовать посылку продовольствия своей семье в землю Кнар, потому что на него тут же, каким бы он был невысоким, понятно, что он был человеком номер два в государстве, ясно. Но ведь понятно, что у него было много соперников. Очевидно, что многие египетские чиновники, которых Иосиф отодвинул, мягко говоря, и оказался впереди них, и прошёл намного дальше их карьерной лестницы, безусловно, они ему завидуют, и ищут возможности только как бы ему насолить, как бы постараться его спихнуть. Конечно же, Иосиф хорошо знает, где он находится, и должность свою он хорошо прекрасно понимает, поэтому он и говорит им, он не может дать подобного рода оружие в руки своих конкурентов, ведь они тут же наберут на него компромат, и тут же скажут, что Иосиф на самом деле, то, что он организует, обратите внимание, можно посмотреть по накладным, Иосиф организует переброс, он перебрасывает продовольствие в Эрцкнаан, очевидно, там, а в этой земле, голод в самой худшей форме, он его, конечно же, продаёт там втридорога, деньги за реализованное продовольствие он откладывает там, в каком-нибудь канонском или швейцарском банке, всё это он делает для того, чтобы приготовить в нужный момент свой переход из Египта туда, он заранее-заранее обеспечивает своё будущее после того, как уйдёт из Египта, и поэтому ему нужны средства для этого, всё, что он делается, для этого он придумывает какую-то химерическую семью, которую никогда его не было, потому что, знаешь, он просто раб из грязи в князе, а вот если семья придёт сюда, в Египет, вот здесь он может показать, здесь у него абсолютно будет чистая совесть, это его родственники, это его отец и братья, он их кормит, здесь никто не сможет и пикнуть, но если он будет посылать продовольствие отцу в Канаан из Египта, то это может плохо кончиться, поэтому нет другого выхода, есть опасность для жизни, голод этот, нешуточный, ещё пять лет будет голод, понятно, что это просто опасно, а кормить всю свою семью в Канаане Юсеф не может, поэтому единственный выход – прийти сюда, как было сказано, а если есть опасения того, что жизнь в центре египетской столицы – это не то, что подходит еврейской семье, это чёрт его есть свой план, он постарается сделать так, чтобы всю семью поселили в земле Гушель, которая далека от центра страны. Читаем дальше. 12 стих. «Ваши глаза видят, и глаза вашего брата Бениамина, что своим устами я говорю с вами». Очевидно, после всего того, что он сказал, он ещё не видит, что братья, что лёд растаял, братья ещё не говорят с ним, не отвечают ему, поэтому он приводит всё новые и новые аргументы, для того, чтобы как-то растопить лёд. Видите, ваши глаза видят, глаза вашего брата Бениамина, что своими устами я говорю с вами. Расскажите моему отцу о всём почёте, который есть у меня в Египте. Всё, что вы видели, поспешите, приведите отца моего сюда. И пал он на шею брату своему, Бениамину, и плакал. И Бениамин плакал на его шее. И целовал он всех своих братьев, и плакал в их объятиях. И после этого его братья говорили с ним. Вот только здесь лёд растает. Итак, плакал он на шее своего брата Бениамину, и пал он на шею своему брату Бениамину, и плакал, и Бениамин плакал на его шее. Подчёркивается здесь именно этот плач на шее. Почему и для чего Раши совершенно неожиданно объясняет это так. То есть то, что он бросил за ножи Бениамину и заплакал, а это он плакал о двух храмах, которые будут воздвигнуты в деле Бениамина. Иерусалимский храм, как известно, был в деле Бениамина. Первый и второй храм, и им суждено, после того, как они будут воздвигнуты, им суждено быть разрушены. И первым, и вторым. А Бениамин плакал на его шее, а мешка не вшило, который будет воздвигнут в деле Юсефа, и которому тоже суждено быть разрушены. На первый взгляд, ну уж что угодно можно было бы подумать и объяснить здесь, почему два родных брата, которые не видели друг друга больше 20 лет, почему при встрече они расплакались. Может, это так естественно? Это же так понятно. Мы всегда понимаем, что комментарий Раши, он разрешает какие-то проблемы в тексте. И даже если нам ясно, что проблема существует, и его комментарий даёт какое-то устранение этой проблемы, то совершенно не ясно, каким образом здесь. Как вообще понять этот мидраж? Не о чем больше плакать, кроме как о храмах? А Святымед даёт здесь такое объяснение. Мы видели в предыдущих главах, что вся та игра, весь этот спектакль, который играл Юсеф, он дался ему очень тяжело, с большими трудами. Ему всё время нужны силы для того, чтобы сдержаться и не признаться братьями, не прекратить. И даже вот сейчас, в самом начале этой сцены написано и не мог больше Юсеф сдерживаться. Значит, делает его отряд комментаторов. В принципе, если бы у него сил хватило, он должен был бы сдержаться, он должен был бы продолжать этот спектакль. Для чего? Другой вопрос. Здесь у каждого из комментаторов есть свои объяснения, свой вариант объяснения. Почему? Но в любом случае, если понимать, эти слова так просто, называется бы Пшат, и не мог Юсеф больше сдержаться, это значит, что он хотел бы сдержаться и не хотел бы сейчас им признаваться, но только не мог уже, силы его уже покинут. Мы много раз говорили о том, что деяния отцов, они знак потомкам, и знак не просто информации, а в действиях наших прадцев, Абрама, Ицхака, Якова, их сыновей, этими действиями строится всё будущее. То есть они закладывают сейчас фундамент своими действиями будущего всего еврейского народа. Их действия как бы строят всю дальнейшую историю только в миниатюре, как макет. Макет всей дальнейшей истории. Иосеф оказался в Египте, покинул свою страну, был похищен, пленён, продан в Египет. То есть это голод, изгнание, вот то миниатюрное изгнание, которое переживает Иосеф, оно, безусловно, напоминает изгнание, которое в дальнейшем могут случиться с еврейским народом. И Иосеф чувствует и понимает, что если он сумеет доиграть всю свою игру до конца, то тогда ему удастся исправить всё то, что необходимо, исправить всё то, что может быть причиной в дальнейшем голода. Для того, чтобы сейчас... Мы знаем, что по плану еврейский народ должен возникнуть был в Египте. Это Всевышний сообщил ещё Авраам. Такой план есть. Значит, должны сейчас прийти в Египет. И должны из него уйти. Вот этот вот египетский голод, египетский плен, он мог быть единственным и последним изгнанием, Египетский единственным и последним пленением. Но для этого нужно было отсидеть в Египте, что называется, по полной программе. Нужно было сделать всё то, что необходимо. Нужны были колоссальные силы для того, чтобы сделать тот тикун, то самое исправление, которое есть в пребывании в Египте. И если этого не будет сделано, то тогда придётся в дальнейшем снова и снова отправляться в голод, снова и снова отправляться в изгнание. Тогда будет разрушение, тогда будет изгнание, тогда будет голод. Вот это то, что я сейчас Юсеф и почувствовал. Поскольку он чувствует, что у него нет больше сил продолжать, он прекращает всю эту игру, он признаётся сейчас своим братьям, и он понимает, что тем самым тикун, исправление египетского галута не завершено, не доведено до конца. Это значит, что теперь уже неизбежно и необходимо будет и снова разрушение. Храм, который будет построен, не будет вечен. Он будет разрушен. Раз, он будет разрушен. Два, мешкан вшелоте, будет разрушение, будет голод. Нечто подобное тому, что пишет здесь Фатимея, говорят мудрецы в другом месте, объясняя то, что было сказано Аврааму, что рабство, прорабощение и угнетение, изгнание, прорабощение и угнетение должно продолжаться 400 лет. А на практике то, что оказалось, еврейский народ оказался в Египте всего лишь на 210 лет. Через 210 лет уже ушли из Египта, значит не досидели, поскольку не досидели там 190 лет, отсюда уже выходит неизбежно, что будут и другие изгнания. Галут египетский не оказался единственным и последним, он мог таким быть, но он оказался только лишь первым. А поскольку он был не завершен, не доведен до конца, текун не был доведен здесь до конца, будут и другие галуты. Тем самым, кстати, объясняется тот факт в календаре, что всегда тот же самый день в неделе, на который выпадает праздник Песах, праздник исхода из Египта, на тот же самый день недели выпадет и 9-я Авра, день разрушения храма. Две даты связаны друг с другом. Без первой даты не было бы второй. Если бы не поспешный выход из Египта, то не было бы разрушения храма. То же самое, очень подобное, очень похожее, точнее, и пишет здесь Сфат Эмед по поводу этого плача. Была возможность, мало понимаем, сказать вам, что я понимаю, каким образом продолжение той самой игры, которую играл Юсеф, представляя себя, не признаваясь братьям, представляя себя египетским сановником, каким образом, какие текунин, какие исправления мог Юсеф здесь пронести, таким образом он мог тем самым довести египетский плен до полного завершения, не знаю, не понимаю. Но тот, кто знает, тот, кто понимает, в книжках святых это написано, это то, что использует здесь Сфат Эмед. Было у него у Юсефа такое ощущение, что он может при помощи тех страданий, которые он переживает, которые его братья сейчас переживают, те самые страдания могли довести исправление, очищение еврейского народа до конца, как только он почувствовал, что сил больше нет, страданий он вынести больше этих не может, то он понял, что этот голод, не он первый, но не последний. Будет разрушение, будет голод. Было о чем? Плакать, помимо простого и обычного, несовременно очевидного, плача, который мог бы вырваться у двух братьев, которые не видели друг друга двадцать лет. Читаем дальше. И дошел до фараона, до дома фараона слух, что пришли братья Иосефа. И понравилось это фараону и его рабам. Что такого было здесь хорошего для фараона и для его рабов? Почему это настолько им понравилось? Словом и Крамбану. Пишет Крамбану это понравилось фараону и его слугам, ведь многие из них испытывали чувство унижения из-за того, что над ними властвовал чужеземный раб. Кто человек номер два во всем Египте? Это называется по-русски человек, который из грязи в князи. Это, безусловно, многие чувствовали унижение. Теперь, когда выяснилось, что он вовсе даже не беглый раб, теперь это не из грязи в князи, выяснилось, что этот человек достойный, что у него очень-очень даже приличная и достойная родня, по крайней мере, то унижение, которое испытывали раньше многие египтяне, сейчас ушло. «И сказал фараон Йосефу, скажи твоим братьям, вот что сделаете, навьючьте ваш скот и ступайте в землю кананскую, и возьмите вашего отца и ваше земейство, и приходите ко мне, и дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть туг этой земли». Туг – слово часто упоминаемое в переводах Торы, туг от слова тучный, точнее, тучный от слова туг, означает жирный, то есть самое жирное, самое-самое лучшее, что есть в египетской земле, это вы получите, я вам обещаю. Фараон не объяснил, что он имеет в виду, а что в Египте такого самого лучшего, а это уже мы потом посмотрим. С одной стороны, он здесь дал обещание и дал тем самым возможность Есефу в нужное время надавить на него, то есть обещал выполнять, а с другой стороны, он не объяснил, что он имеет в виду, и безусловно, каждый раз можно будет сказать, что самое лучшее – это вот это, а это вот нечто другое. «Тебе же повелеваю», продолжает фараон, «сделайте вот что, возьмите из Египта повозки для ваших младенцев и жен и привезите вашего отца и приходите. Не жалейте ваших вещей». Повозки, повозки, какие повозки не были, весь скарб туда не набросишь. А если идти со всем скарбом, тогда несколько месяцев они пройдут. Бросайте все там, не нужно это все брать. Не жалейте ваших вещей, ибо к вашим услугам все лучшее, что есть в Египте». Еще раз подчеркиваю, почему не имеет смысла забирать с собой весь скарб, бросайте все там, здесь имеет смысл. Все равно самое лучшее, что есть в Египте, вы получите, поэтому не жалейте. «И сделали так сыны Израиля. И дал им Юсеф повозки по приказу фараона и снабдил их дорожными припасами. Всем им дал по перемене одежды, а Беньямину дал он триста серебряников и пять перемен одежды. А своему отцу послал он вот что. Десять ослов, несущих лучшее, что есть в Египте, и десять ослиц, несущих зерно, хлеб и пищу отцу на дорогу». Странная вот эта вот фраза. «Уловивши Аллах козот». «А отцу он послал следующее». Пахнет, как будто такой канцелярский язык. «А отцу послал в соответствии с прилагаемым списком ниже». Что значит «Уловивши Аллах козот». «А отцу послал вот так, вот такое». «А отцу послал он вот что». Раши видит эту корявость в тексте и пишет так. «Послал он вот что». Следующее. То есть по такому счёту. А что это за счёт? Десять ослов. То есть только сколько могут нести на себе десять ослов. Я понимаю, да. «А отцу он послал следующее». Вот такой счёт. Сколько? Послал ему десять ослов. Понятно, что корявость Раши мешает. Но каким образом он устранил эту сложность? И что-то, по сути, мне хочет сказать. Да, он послал ему десять ослов. Но если бы было написано не коряво, я тоже бы он понял. «А отцу он послал десять ослов, которые несут самые лучшие в Египте». Чем плохо было написать так? В чему нужно было написать «Уловивши Аллах козот». «А отцу он послал вот что». А что? По счёту десять ослов, которые несут всё лучшее, что есть в Египте. Некоторые комментаторы Раши говорят, он имеет в виду вот что. Что он послал ему по такому счёту имеется в виду не десять, прямо уж так десять. Да нет. Имеется в виду почти десять. Значит, почти десять. Девять. Это совершенно непонятно. Если в Торе написано «А отцу он послал десять», так, то почему ему нужно говорить «Не, имеется в виду не десять, а девять». Он ему послал вот что? Десять. Ну, напиши. Если это было девять, напиши девять. Если это было десять, напиши просто десять. Это Раши имеет в виду, что было здесь не десять, как написано в «Пасуке», а девять. Есть, конечно, такие места в Торе, как написано по поводу Малькот, по поводу телесного наказания, которое дают преступнику. Там написано, что нужно, он должен получить сорок ударов. Имеется в виду, говорит Тора, имеется в виду сорок, прямо уж так сорок. Имеется в виду до сорока. Максимум тридцать девять. Может быть и меньше, Но уж не больше 39, 40 точно нет, до 40, что, скажем, здесь тоже имеется в виду, что Рацю послал до 10, не 10 же он – 9. Какой в этом есть смысл, Данда? Блестящий ответ на все эти вопросы даёт наиболее важный из комментаторов Раши – «Мы орали с Праги». Он говорит, конечно же, Раши не имеет в виду, что он послал ему не 10, а 9, да нет, то, что в Раши написано, послал ему вот что, по такому счёту, имеется в виду вот именно по такому. То есть ему было важно, чтобы 10 ослов было, 10 ослов, которые несут всё лучшее, что есть в Египте. То есть важно ему было не только послать отцу самое лучшее, что есть в Египте, а важно бы, что это поклажа, в которой будет самая лучшая в Египте, чтобы её несли 10 ослов. «Почему?» Отвечает Майраль. Это был намёк отцу. В чём был намёк отцу? Иосиф опасался, что рано или поздно, опасался или понимал, что рано или поздно шил это в мешке не утаишь, рано или поздно вся история, всё то, что произошло между ним и между его братьями, станет известной отцом. Ведь, может, отец станет гневаться на своих сыновей, на его братьев, которые продали его в Египет. Иосиф хочет заранее смягчить этот гнев и дать отцу сразу таким намёком своё понимание этих событий. А своё понимание этих событий он уже высказал своим братьям, когда он им сказал вот этой короткой фразой «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, слышишь, не вы». А что, не они его продали? Всевышний его каким-то образом вихрем унёс его из Канаана, унёс его на берега Нила? Конечно, нет. Они его продали. Совершенно верно. Но такова природа вещей. Всё, что происходит, происходит по воле Всевышнего. И когда эта воля проходит через поступки людей, это значит, что люди делают поступки не лишаясь свободы выбора, это их решение, это их поступки. Но эти поступки проведения подталкивают, создавая определённые ситуации, в которых человек так или иначе оценивает факты, так или иначе оценивает происходящую ситуацию, что поступки эти ведут именно в том направлении, в которое Всевышний хочет. Так что иногда человеку кажется, что он сейчас действует для того, чтобы достигнуть какого-то результата определённого Х. А на самом деле, своими действиями, сам того не понимая, он работает на достижение совершенно другого результата, совершенно иного. Именно так было с братьями. Это то, что хочет подчеркнуть здесь Йосеф, образом осла. Что такое осёл? Единица тягловой силы. Осёл, он совершенно не понимает и не соображает, что он делает и куда он идёт и что он везёт. Он знает, что ему на спину нагрузили поклажу, что его понукают, что его время от времени бьют палкой, ногами или ещё что-нибудь и гонят его куда, не знаю, то ему командует поворот направо, то поворот налево, то идёт прямо. Куда он идёт? Что он несёт? И для чего он должен нести всю эту поклажу? Осёл совершенно не понимает. Он знает только одно – поклажа на спине и надо идти вперёд. Так же действовали здесь братья Йосеф во всей этой ситуации. То есть они действовали не больше, чем ослы. Это то, что подчёркивает здесь Йосеф в этом послании своему отцу. Они не ведали, что делают. Они продавали его в рабство. Они посылали его в Египет, не зная, что ими руководит сейчас проведение, которое действует так для того, чтобы спасти всю семью от голода, а ещё глубже для того, чтобы реализовать то, что было сказано Аврааму. Ты должен знать, что пришельцами будут твои потомки в чужой земле, будут их там провощать, будут их там угнетать. Вот именно этот намёк Йосеф и передаёт отцу непрямым текстом. Он не хочет, безусловно, передавать через братьев вот эти слова, потому что ему же тоже ясно, что братья сделают всё для того, чтобы тайна их не стала явной, чтобы не рассказать отцу о том, что произошло. Но намёк определённый здесь всё-таки есть, поэтому Раши и объясняет. Тора подчёркивает. «Уловив шалах казот, отцу он послал вот что». То есть по этому счёту пишет Раши. Именно поэтому, чтобы было ровно десять ослов, ибо десять братьев принимали участие в его продаже. Их было десять, и они действовали здесь не больше, чем десять ослов. «И проводил он своих братьев, и они пошли. И сказал, не гневитесь в пути». Что значит «не гневитесь в пути»? Пшат, говорит Раши, нужно сказать так, что «вы не гневитесь, представляю себе Йосеф, что сейчас, когда они уйдут и сейчас, когда они отправятся домой, то после всего того, что произошло, и придя к пониманию того, что продажа Йосефа была ошибкой с их стороны, они оказались неправы. Их действия были ошибкой. Это очень часто, если можно себе это представить, что группа людей, сознавая, что они совершили ошибку, начинают искать, а кто же в этом был виноват. И будут сваливать вину друг на друга. Поэтому, говорит им Йосеф, как бы вы не стали спорить в пути относительно его продажи, обвинять друг друга, говорить «это из-за тебя он был продан, это ты злословил о нём, ты на него я обедничал, тем возбуждал ненависть к нему». Вот этого не делайте. Бросьте, перестаньте. Это абсолютно не нужно. Это всё прошлое, сейчас нужно смотреть в будущее. Это, пшат, простое понимание текста, более глубокое понимание текста будет раньше. Что значит «не гневитесь в пути», то есть действуйте так и идите так, чтобы путь, чтобы дорога на вас не разгневалась. То есть он им дал здесь ещё две рекомендации по поводу того, как правильно вести себя в пути. Первое. Не занимайтесь в пути аллахической дискуссией, чтобы не разгневался на вас путь, то есть чтобы вы не сбились пути. Иными словами. Если представить себе действительно евреев в тот момент, когда они обсуждают какое-то место из Талмуда, когда они спорят в аллахе, то они идут, не замечая ничего вокруг себя. В такой ситуации, безусловно, они могут пройти мимо указателя, хотя указатель в сторону земли Кнамской здесь как раз был направо, они пойдут прямо и могут так дойти, не знаю до какой пустыни, и могут сбиться с пути. Поэтому не надо. Это всё хорошая вещь, безусловно. Изучение Тора – это самая высокая ценность, которая есть, но не в пути. По крайней мере, дискуссией, так, дискуссией заниматься в пути не следует. Второе. Ещё дополнительный намёк здесь есть, а именно не ступайте широким шагом и входите в город засветло, то есть чтобы не оказываться в дороге в темноте. выходить из города только после света и до наступления темноты успевать встать на стоянку, заходить в город и не продолжать путь в темноте, поскольку это опасно, это вызывает гнев. И поднялись они из Египта и пришли в землю к Наан, к своему отцу Якову. И рассказали ему, что Йосеф жив, и что он правит всей египетской землой. И замерло его сердце, потому что он не верил. И когда они передали ему все слова Йосефа, которые он им сказал, и увидел повозки, которые послал Йосеф, чтобы везти его, то ожил дух их отца Якова. И сказал Израиль довольный, Йосеф мой сын ещё жив, пойду и увижу его перед смертью. И здесь, и в этом отрывке есть странность определённая. Написано «замерло его сердце». Могу понять это. Замерло сердце, когда сердце человека замирает, когда он сильно волнуется, очень беспокоится о чём-то. Но здесь написано, что и замерло его сердце, потому что он не верил. Если это причина, тот, кто кому-то не верит, у него замирает сердце. Как это понятно? Это неясно. Второе, что неясно. А вот когда они передали ему все слова Йосефа, которые он им сказал, и увидел повозки, которые послал Йосеф, чтобы везти, вот тогда ожил дух их отца Якова. Таким образом по-водски, слова, которые Йосеф им сказал? Если он до сих пор до сих пор не поверил, что они сказали, что Йосеф жив и что он правил, съездит из земли Огипетской. Он не поверил. Он мог не поверить, что он жив. Больше двадцати лет. С тех пор вдруг жив, после того, как они сами объяснили ему, что его растерзал звери, принесли ему ещё за пятнами крови рубашку. Можно себе представить, что он не поверил. Можно себе представить, что он не поверил тому, что он справился со мной египетской, тоже можно представить. Но почему от этого замерло сердце, и почему слова Йосефа, переданные ему, и еще вид тележек, в этом его везло. Ну, если есть тележки, это уж точно значит, что Йосеф живет. Почему? Даже если, скажем, были тележки, тележки были явно египетские, на каждой было написано Made in Egypt. Ну, хорошо, они египетские, хорошо. Можно бы, кто сказал, что это Йосеф. Как все это понять? Ну, и, конечно же, то, что я воспользовался здесь переводом, замерло его сердце, этот перевод довольно, может быть, он и близкий к тексту, но не совсем уж точно. То, что написано, написано там слово, которое само по себе довольно странно. Ваифаглибо. Паг. Здесь, вот в этом отрывке мы сталкиваемся с серьезным спором между Раши и Рамбар. Прежде всего, посмотрим, как объясняет этот отрывок Раши. И замерло его сердце, пишет Раши. Сердце его устранилось, как бы отпрянуло, отказываясь верить. То есть, нельзя понимать это буквально, что сердце его замерло, не в этом разговор. Сердце замирает при других обстоятельствах. Имеется здесь в виду, что сердце его как бы отходило. Не готов он был поверить в это. И сердце здесь, не имеется в виду, что случилось что-то с его сердцем. Вопрос был здесь не о сердечных болезнях, или о приступе, или еще о чем-нибудь, или об обморке. Не, не в этом разговоре. А совсем не об этом. Имеется здесь в виду, что его сердце, как его сознание. Очень часто и в Танахе, и в словах мудрецов словом «сердце» означается сознание человека. Так вот, его здесь, он отказался верить, этого не может быть. Ну, а что же его тогда убедило, если в этом вся штука? Его сердце не обратилось к их словам, его слова их не убедили. Но вот когда ему передали все слова Йосефа, вот тогда он поверил. Что он поверил? Каким образом? Объясняет Раши так. Он передал им знак, то есть Йосеф передал братьям знак, сказав «передайте отцу». Чем он занимался непосредственно перед разлукой с ним? То есть, когда они вместе изучали Тору, то тот самый раздел, на котором они остановились перед тем, как он отправился в Шхем, вот этот самый раздел он и передумал. И это был раздел от телицы с прорубленной шеей. Эгла-руфа. Эгла-руфа – это заповедь Торы, которая говорит, что если находится труп человека в поле и не могут найти его убийцу, то тогда отмеряют расстояние от этого трупа до ближайших городов, и сам те жители, старейшины того города, который оказывается наиболее близким к трупу, должны взять телицу, эгла, свести ее в, то же называется, нахаль эйтан, то есть, в поле, которое необработанное, и там перерубить ей шею. Символическое действие, которое показывает здесь гибель человека, которому не дали продолжить жизнь и сделать в этой жизни то, для чего он пришел в эту жизнь. И дальше старейшины города говорят, что фразу наши, руки не проливали эту кровь, мы не виноваты, просят искупления, прощения. Вот эту как раз тему они изучали. Продолжает раньше, поэтому и сказано, и увидел он повозки. Каясь связь между повозкой и между телицей. Здесь есть игра слов. В оригинале слова Агалот это повозки, то, что фараон и дал ему. Агалот. Но можно понять это слово как Эглот, от слова Эгла, то есть телица. И когда он видел этот вот самый знак условный перед и он тут же вспомнил, что, конечно же, это был тот самый последний раздел того, который они изучали вместе перед разлукой, тогда он понял, что это Юсеф. Поэтому, говорит Раш, и очень точно в стихе написано, что это те самые повозки, которых послал Юсеф, не сказаны, которых послал фараон, хотя на самом деле приказ о повозках был фараон, фараон настоял на то, чтобы были даны тележки для того, чтобы быстро всех перевезти и не копаться, а Юсеф только выполнил этот приказ, поэтому, по идее, надо было бы сказать по тележке, которую послал фараон. Но Тора говорит, нет, тележке, которую послал Юсеф, почему? Потому что здесь был знак. от Йосефа Якову, неопровержимое доказательство, на основе которого он поверил. Некоторые спрашивают, вот это комментарий Раши, некоторые спрашивают у него, почему он раньше не поверил, почему нужно было приводить именно доказательства из того отрыва, который научили. И почему Яков не согласился верить тому, что говорят его сыновья, он что думал, что они врут, он подозревал их в искажении, если они говорят ему, что Йосеф жив, значит, он жив. Рабель Лапьян отвечал на этот вопрос так. Братья сказали своему отцу, они сказали Якову «От Йосеф хай». Йосеф еще жив. Хай. Слово «хай» в языке Торы, это не означает, что человек биологически жив и не превратился в… и не стал трупом, и не гниет где-нибудь в земле. Слово «хай» живет, это жизнь не биологическая. С этим словом в Торе называется жизнь, полная настоящая жизнь. Так, та жизнь, в которой есть духовная сторона, та жизнь, которая направлена на цель, ради которой человек живет, это означает «хай». Мы это еще увидим в продолжении главы, это очень четко различается значение слова «хай» во время встречи Якова с фараоном. Так вот, когда они ему сказали две фразы «От Йосеф хай», если бы они здесь поставили точку, что Йосеф еще жив, Яков мог бы условно поверить, почему бы нет, он будет подозревать своих братьев, своих сыновей, что они говорят ему не точно. Но они прибавили здесь еще одну фразу «Верхиума Шильбу Холерас Митраем», и что он еще властвует над всей страной египетской. И, как это, быть властителем Египта, стать крупным даже просто чиновником в Египте и продолжать жить так, как живет еврей, жить так, что можно назвать это действительно жизнью, а не прозябанием, это не может быть. Можно вести роскошное существование в Египте в должности крупного чиновника или даже второго человека в государстве после фараона. Это да, но это не жизнь, это существование. А они сказали, что Йосеф жив, а не просто существует. Так как же может быть, что он, будучи крупным чиновником в Египте, как же при этом он еще остается живым, то есть живет настоящей еврейской жизнью. Вот это у Якова не состыковалось, поэтому он отказался верить, как это может быть. Но когда они ему прислали, когда они дали ему тот самый знак, что Йосеф до сих пор, прошло 22 года, а человек до сих пор помнит, что он учил в Торе и какой был раздел, на котором они прервали свою учебу с отцом, это значит, что он действительно живет по-настоящему, как настоящий лейпатуре. Потому что если Тора для него перестала быть важной вещью, если сейчас голову его забивают в основном другие вопросы, те, которые скорее всего забивают головы обычных египетских чиновников, то вряд ли он через 22 года вспомнит, что там учили. Есть люди, которые когда-то в молодости учились, я очень часто встречаю людей, которые мне только говорят, а вы знаете, а я учился еще в детстве в религиозной школе. Ну, и что ты помнишь из того, что учился? Ну, я ничего не помню. Ну, конечно, да, учился, но поскольку его ценности в жизни с тех пор изменились, то он, конечно же, помнит то, что человеку неважно, то, что не составляет и сегодня важную часть его личности, он это не запоминает, нет шансов. Если Юсеф помнит, что он учил в Туре, это значит и сегодня он живет как человек Туры, значит и сегодня он живет как еврей и тогда Яков поверил, что такое может быть, что можно быть египетским сановником, можно быть вторым после фараона человеком и при всем при том оставаться Юсефом настоящим евреем. Это мнение Раши, с ним не согласен Рамбан, прежде всего, с точки зрения языка, слово, вот этот корень «паг», который упомянут в оригинале и который мы постарались так нейтрально перевести, что его сердце замерло, говорит Рамбан, что объяснить его так, как объясняет Раши, что его сердце как бы отпрянуло, что сердце Якова отпрянуло и не готово было принять ту информацию, которая была дана и не поверил им при всем желании. Значение этого корня «паг» совсем иное. Пирстрамбан так. Его сердце замерло, это означало, приостановилось его биение и пресеклось дыхание. Он был как мертв, иными словами, был попросту обморок и настолько глубокий обморок, даже не просто обморок, а было здесь состояние клинической смерти. Сердце остановилось. Таково простое значение слова «паг». Остановка. И это известное явление. И что здесь было? Сердце Якова перестало биться, и дыхание тоже прекратилось. Он был как мертвый. Пирстрамбан – это известное явление, упомянутое в книгах по медицине. Когда приходит внезапная радость, старики и слабые люди не могут этого выдержать. И многие из них при неожиданном радостном известии падут в обморок и теряют сознание. Сердце расширяется и замирает. Уходит естественное тепло, и тело холодеет. Рамбан пишет здесь полным авторитетом. Известно, на жизнь Рамбана зарабатывал медициной. Будучи врачом, он знаком с этим явлением. Это действительно, это не просто обморок. Может быть и подобная вещь. То есть человек может не вынести того известия неожиданного, которое на него сварилось. Даже если оно очень-очень-очень-очень радостное. Но его особенность, если это человек, он подчеркивает эту проблему, прежде всего, стариков. То есть людей, у которых сердце уже не самое здоровое, с сосудами у них уже не ай-ай-ай, может здесь произойти очень печальная вещь, что просто сердце останавливается. Другое дело, Рамбан нужно связать это с продолжением текста. Это непросто. По Раши это как раз более понятно. Если мы скажем, что сердце его не остановилось, а это имеется в виду только, что его сердце отпрянуло, то есть он не хотел, он не поверил им. И когда они привели ему доказательство, что это действительно Юсеф и Юсеф жив, привели ему доказательство, как пишет Раши, то, что напомнил тот раздел, который они учили вместе, тогда ясно, что после этого и... Ожил Дух Якова. А как это объяснит Рамбан? Каким образом то, что они ему показали, показали телеги, каким образом возвратил его? В принципе, то, что произошло сейчас. Нужно было ему, по идее, не показывать телеги. А мы бы сейчас сказали, нужно вызвать быстро скорую помощь. Если бы человек остановило сердце, то всего лишь есть считанные минуты для того, чтобы спасти его жизнь. А, причем здесь показывают телеги. Продолжает Рамбан так. И вот старец упал, как мертвый. Но даже после того, как его привели в сознание, он еще значительную часть дня лежал неподвижно, не в силах поверить. То есть, понятно, что прежде всего то, что сделал бы любой человек, хоть немножко понимающий в медицине, что нужно сделать человеку, у которого остановило сердце. Есть способы воздействовать. Это было, конечно, сделано. Но вместе с тем, хотя вернулось, то есть, произошло, сердце снова стало биться. Но он продолжал еще лежать неподвижно. Почему? Не в силах поверить. То есть, обморочное состояние, хотя им удалось вернуть его к жизни, и сердце снова забилось. Но обморочное состояние продолжалось. «Ибо известно, что когда человек теряет сознание от радости, нужно кричать ему в ухо и говорить с ним громко, чтобы приучить его к радости до тех пор, пока он это не воспримет». Вот поэтому и написано. И пересказали они ему все слова Юсефа, которые он им говорил. То есть, Яков не реагировал, сердце у него билось, но он лежал в совершенно обморочном состоянии, подобный человеку, скажем, который пережил инсульт. Он живой, он дышит, но он никак не реагирует. И что в этом состоянии? Стараются с человеком говорить. Он ничего не отвечает. Но человеку говорят, ему рассказывают. И в какой-то момент бывает. Люди после того, как находятся очень долгое время, вот в таком состоянии, вдруг они начинают реагировать. Сначала это видят по движениям век, потом, может быть, еще какие-то движения. Пока, наконец, человек не просыпается. Это то, что сделали сыновья Якова. Они громко пересказывали ему все слова Юсефа, которые он им говорил. И они показали ему повозки. И когда он увидел повозки, которые прислал Юсеф, чтобы вести его, к нему возвратился дух. И восстановилось дыхание. И он отжил, как и сказано, и воспрянул духом Яков их отец. То есть здесь уже вот это продолжение, оно как раз лучше вписывается в комментарий Рамбана, чем Раши. Потому что сказано там так. Но когда они передали ему все слова Юсефа, которые он им сказал, и он увидел повозки, которые послал Юсеф, чтобы вести его, то ожил дух их отца Якова. По Раши, почему это называется ожил дух? Медельный дух, что он поверил. До сих пор он им не верил, а теперь он им поверил. Почему такие громкие слова ожил дух? По Рамбану это понимается, как пшат, просто буквально. То есть до этого он был в состоянии клинической смерти, сердце у него остановилось. Потом он был в обморочном состоянии. Вот только сейчас, после того, как ему все рассказали, все показали, теперь он ожил, ожил его духом. Он просто был в нормальной жизни. Как же объяснит Раши эти последние слова? «Ожил, ожил дух Якова». Пишет Раши так. «И ожил, то есть воспринял дух Якова, над ним вновь пребывала шхена, которая прежде отошла от него». Здесь речь не идет о возвращении Якова к жизни. Он все это время был живой. Он только им не верил. А здесь произошла совершенно-совершенно другая вещь. Дух, о котором сказано здесь, это не дух жизни Якова. Дух, о котором сказано здесь, это Руах Акодыш, пророческий дух, шхена. Все то время, пока Яков был в трауре и оплакивал своего сына, то не было у него этого пророческого духа. Ибо одно из условий контакта пророческого духа с человеком в том, чтобы человек был в состоянии симха, в состоянии радости, то есть в состоянии ощущения полноты и целостности. Человек, который скорбит, человек, который чувствует утрату и не может утешиться. Об этом Торо несколько раз подчеркиваю. Что Яков не находил утешения никаким образом, и Дайраша привел объяснение. Ибо Всевышний дал нам возможность, дал нам милость с его стороны, дал нам способность забывать. Дал нам способность почувствовать, что утрата становится все менее и менее болезненной. Время – самый лучший доктор. Но это только при одном условии, что если человек действительно умер. Так уже постановлено, что умерший человек уходит из нашего сознания. Мы эту утрату сначала переживаем очень тяжело, а потом постепенно-постепенно свыкаемся с ней. Если человек не умер, то такого постановления нет. Поэтому он не мог утешиться, утешение не приходило. Поэтому все это время у него не было пророческого духа. Вот теперь, когда он поверил, что Есеф жив, теперь он понял, что скорбить больше не о чем. И теперь он переполнился радости. К нему вернулся, вернулся его, его Руах Акодеш, его пророческий дух. Более того, говорит Рамбан, и здесь он, он, правда, приводит это не со слов Раши, ибо и у Раши, до Раши первым, кто упомянул это, это был Ункилос, то есть арамейский перевод Торы. И пишет Рамбан так, а Ункилос истолковал эти слова, вот эти вот, что ожил дух Якова, что опустился на него дух пророчества. И это верное добавление. Безусловно, так можно объяснить в стихе. То есть Рамбан объясняет здесь Бепшат, что Яков ожил после того, как он находился в состоянии клинической смерти. А можно это объяснить и так, как объяснил Раши. Более того, он вывел это истолкование из того, что написано Руах. Вообще, для чего здесь дух? Если по Рамбану просто, что он сначала был в состоянии клинической смерти, а потом ожил, нужно было бы сказать «и ожил Яков». Для чего нужно говорить здесь «и ожил дух Якова». Воспрянул он духом. Значит, здесь заложена дополнительная информация, а именно в том, что к нему вернулся Руахадо, кодыш, дух пророчества. Дальше сказано «и пересказали они ему все слова Юсефа, которые тот им говорил». Рамбан здесь пишет еще два абзаца, которые, в принципе, он мог бы написать и в конце главы, но он пишет их здесь. Почему? Ну, все выглядит очень здорово. Отец воспрянул духом, он ожил, воспрянул духом, вернулся к нему Руаха, кодыш, все здорово, Юсеф жив и жив по-настоящему, и он… Стоп, 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 стоп. Отец был должен спросить «погодите, погодите, я ничего не понял». Вы же мне сказали, что его растерзал зверь. Вы поносили мне кровавую рубашку. А как он оказался в Египте? Хорошо, я поверил, он в Египте, замечательно. А так он там оказался. Он задал этот вопрос. Это первое, что нас интересует. Второе. А братья ему ответили на этот вопрос? И если ответили, то признались ли они в том, что было или нет? Нигде в Туре прямого ответа в тексте, я не имею в виду прямого ответа, но это нет. Не сказано, спросил Яков этот вопрос, не сказано, рассказали ли они ему. Поэтому мы можем только попытаться восстановить по ряду мест в Туре, попытаться провести косвенные какие-то доказательства в ту или другую сторону. Мы уже упомянули сегодня на уроке мнение Майораля о том, что Йосеф послал Якову десять ослов для того, чтобы намекнуть ему, что в истории с его продажей братья действовали здесь как ослы. То есть, очевидно, Йосеф предполагал, что вещь будет ему известна. Это ещё не значит, что-то ещё не следует, что наверняка он ему рассказал. Но, по крайней мере, мог предполагать, что шило в мешке не утаишь. Рамбан пишет так. Мне кажется, что в соответствии с простым смыслом строк Торы, то есть, если мы берём пшат, Рамбан всегда старается объяснить прежде всего бы пшат. Пшат, то есть, то, как мы понимаем события, переданные в Торе, так как их воспринял бы сторонний наблюдатель. То есть, не на уровне мыслей, не на уровне чувств, а на уровне действий, поступков и сказанных слов. Так вот, если бы пшат, то Якову до конца его жизни не было сказано о том, что братья продали Йосефу. Тайна осталась тайной. Но если так, а, он же должен был задать вопрос, знаете, как пропал Йосеф в Египет? Но он полагал, что тот заблудился в поле. Ведь он его послал в Шхем. Из Шхема, как известно, братья ушли. Очевидно, он начал их искать. Заблудился в поле. Он один. Место опасное. А те, кто его нашли, схватили его и продали в Египет. То есть, произошло обычное похищение. Ведь братья не хотели рассказывать ему о своем грехе, так как боялись. Это понятно. Они боялись проклятия. Броялись, что в гневе он проклянет их. Как поступил с Рувеном, Шимоном и Леви. А Йосеф, братья, понятно. А Йосеф по своей добродетели не желал ему рассказать. Все те годы, 17 лет, которые прожил Йосеф в Египте, которые прожил Яков в Египте, Йосеф ему не рассказал. И поэтому написано. И увидели братья Йосефа, что умер их отец. И сказали, как бы Йосеф не отплатил нам и не воздал бы нам за все зло, которое мы ему сделали. И повелели Йосефу. То есть, они послали ему посланника от имени Якова. Твой отец завещал нам перед смертью, говоря, так скажите Йосефу. Йосефу. «Прости, молю тебя вину твоих братьев и их грехи, ибо они сделали тебе зло». Понятно, что они это придумали. Ничего подобного Яков не просил. Вопрос. А зачем нужно было придумывать? Ведь если бы Яков знал о продаже, так братьям бы следовало просить отца, чтобы он перед смертью сам наставил Йосефа в этом отношении. А Йосеф, почитавший отца, не нарушил бы воли. Если бы Якову было известно, что произошло, братья должны были прийти к отцу перед смертью и попросить папу. «Пожалуйста, скажи Йосефу, чтобы он нас не наказывал, чтобы Йосефу нам не мстил». Они так не делают. Они вместо этого после смерти Якова обращаются к Йосефу и просят, чтобы он им не мстил. Значит, такому поведению есть только одно объяснение. Значит, отец ничего той самой смерти и не знал. И тогда братья не оказались бы в той опасности, не пришло ли бы самим выдумывать, чтобы отец якобы завещал их простить. Отец ничего такого не говорил. Понятно, что это они придумали. Зачем его придумывать? Если они могли все сказать отцу, значит, они ему никогда не сказали. Получается, что на протяжении 17 лет, которые Яков прожил в Египте, Йосеф ни разу не обмолвился о том, как он попал в Египет. Как это можно было сделать? Как можно было либо придумывать и рассказывать действительно страшные истории о том, как его похитили, либо, может быть, как некоторые хотят сказать, просто оказываться никогда не оказываться с отцом с глазу на глаз, чтобы отец не задал ему этого вопроса. Всегда быть с ним в присутствии других людей, когда и отец не задаст ему этот вопрос. Иосеф со своей стороны тоже ему не скажет. Для этого, конечно, нужна была колоссальная, колоссальная душевная сила. Здесь мы заканчиваем. А уже о том, как семейство Якова приходит в Египет, мы будем говорить в следующий раз.